Девушки отдыхают Рады видеть вас здесь, в гостеприимном городе Милочинск. Мы встречаем вас на гостеприимной земле южной столицы Красноярского края, в городе Милочинск. Сегодня мы познакомим вас с деятельностью Центра культурного развития, представим лучшие работы наших мастеров-ремесленников, обсудим с вами важные темы и проблемы на пленарном заседании. Мне приятно, что это мероприятие всероссийского масштаба в нашем городе Милочинске проходит в преддверии 200-летия нашего города, который состоится в следующем году, в 23-м году, в августе месяце. Я от всей души приглашаю всех присутствующих здесь и ваших друзей и знакомых посетить наш город в августе месяце следующего года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Клуб – это практически единственное учреждение культуры в маленьких наших населенных пунктах. Это место, куда приходят все семьи. Это практически второй дом. У нас сегодня в стране более 40 тысяч таких учреждений культуры. И, конечно, многие-многие годы им просто не уделялось должного внимания. И за эти годы они пришли в очень ветхое состояние. Многие из них разрушились. И, конечно, потерять этот пласт, потерять эти учреждения культуры мы просто не могли. Поэтому было принято решение вкладывать средства в восстановление, в создание, в строительство новых культурно-досуговых учреждений, а по-простому, как мы их называем, клубов на селе. У нас богато исторически культурное наследие. Около 160 национальностей проживают в Красноярском крае, в том числе 8 коренных малочисленных народов севера. И мы понимаем, насколько важна для нас задача сохранения и популяризации народной культуры. Очень многое делается в крае для поддержки. Распоминаю самую главную цифру. Около 200 миллионов ежегодно мы тратим на ремонты сельских клубов, на поддержку домов-ремесел, разводительных творческих художественных коллективов. Я бы очень хотел поблагодарить, Баррика Сергеевна, лично вас за помощь в реализации национального проекта культура нашего губернатора края Александра Викторовича Уса. Потому что вот такими совместными усилиями федеральных и краевых властей мы можем добиваться успехов. Театры получили возможность приглашать ведущих режиссеров страны. И тем самым проходит и обучение, в том числе и труппы. Ну и естественно, получается качество. То есть обновился репертуар, репертуар обновился просто колоссально. Поэтому вот то, что этот проект существует, он воспринимается всеми очень хорошо. И, конечно, я сегодня не приветствую гостей, но и пользуюсь тем, что здесь присутствует первый, вернее, замминистра культуры. Буду просить побольше денег. В этом году дан старт строительству целого ряда знаковых объектов, таких как выставочный комплекс Поздеев Центр, новое современное здание Красноярского хореографического колледжа, а также строительство национального центра Виктора Петровича Астафьева в Овсянке, где он родился, которое планируется завершить к 100-летнему юбилею нашего великого писателя в 2024 году. Минусинск в следующем году отмечает 200-летие. Мы уже сейчас с главой договорились о том, что в качестве подарка от Министерства культуры, наверное, будет создание в Минусинске модельной библиотеки. Знаю, что большая работа по этому поводу ведется непосредственно регионам. И спасибо вам за это большое. Но знаю, что есть еще шесть библиотек, которые ждут своей очереди. Надеюсь, что город выберет, какая. Надеюсь, что эта библиотека успешно пройдет конкурс. Времени у вас очень мало, чтобы подать заявки. Ждем, с удовольствием поддержим. Надеюсь, что встретимся все вместе на юбилее в Минусинске в следующем году. Спасибо. Еще можно, наверное, высказать просьбу такую, Ольга Сергеевна. Может быть, мы увеличим финансирование на клубные учреждения, потому что... Друзья, вы не следите за информацией. Уже увеличено. Президент уже сказал в 23-м и в 24-м по 6 миллиардов добавить. Уже увеличено. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ